МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будущий год, а точнее его первая половина, обещает быть позитивным для рынка нефти при условии соблюдения ОПЕК и независимыми производителями достигнутых соглашений. Снижение будет происходить постепенно. Важным фактором, определяющим движение котировок на протяжении всего 2017 года, станет линия поведения США на рынке нефти. Поведение нефтяных компаний Америки, чья добыча сосредоточена на сланцевых месторождениях, может быть агрессивным, как только цена на нефть WTI зафиксируется выше 50 долларов за баррель. О росте их активности будет свидетельствовать еженедельная статистика по коммерческим запасам нефти и количеству буровых установок. В этом случае рост предложения нефти со стороны крупнейшего ее потребителя будет давить на цены, что впоследствии может вызвать их нисходящую коррекцию. Во-вторых, ситуация усугубится, если новый президент штатов Дональд Трамп начнет превращать жизнь в свои предвыборные обещания. Речь идет о снятии ограничений на разведку и добычу углеводородов в США, а также о желании сократить импорт нефти, заместив его собственными ресурсами. Это будет означать, что добыча штатов начнет прирастать, а спрос на сырье из третьих стран будет падать. Таким образом, несогласованная политика Америки на рынке нефти может вновь привести к дисбалансу спроса и предложения. В этом случае коррекция на рынок придет гораздо быстрее. Пожалуй, это основной риск следующего года для рынка нефти. В случае его реализации цена на нефть марки Brent вновь вернется в диапазон 40-45 долларов за баррель. Менее значными рисками для рынка останутся укрепление доллара США и замедление темпов роста китайской экономики. В случае, если данные риски не реализуются, мы предполагаем, что цена на нефть марки Brent будет держаться выше 60 долларов за баррель. Продолжение следует...